итак сегодня мы делаем салат из помидоров огурцов и лука зелень идет к нему как дополнение забросаем один лавровый лист значит зубчик чеснока дальше бросаем сельдерей маленький кусочек чисто для аромата вот такой кусочек у меня острого перца стручкового это на как бы на вкус кто любит острее пожалуйста у меня так чисто слегка вот добавить пикантности несколько горошин черного перца и три горошины душистого перца разлетелось на дно кладем зелень зелень у меня здесь кинза петрушка и укроп если нет кинзы можно и без кинзы слоями значит лук лук посмотрите я нарезала полукольцами но не тонко вот так вот все все делаем кружки вот огурцов тоже где-то сантиметр тонкими не надо потому что при стерилизации они могут развариться поэтому вот так вот толстыми кружками и помидор у меня такие полукольцами такие тоже толстые где-то сейчас скажу сколько сантиметр полтора значит у меня лук где-то около двух сантиметров можно полтора-два тоже огурец и столько же помидоры точно полтора огурцы и помидоры я нарезала кружками просто помидоры у меня очень крупные были я их сначала кружками потом посередине такими дольками потому что я очень большие были если у вас такие чуть-чуть мелкие можно просто кружками почему кружками кружками удобней так помещается в банку больше и так на дно чередуем лук огурцы слоями дальше помидоры дальше чуть-чуть снова зелени зелени у меня тоже чисто для аромата и что вкус придаст в основном здесь ингредиенты самое главное это огурец помидоры и лук если хотите можете больше зелени добавить можно с помидорами черри делать тоже пополам я уже сделала тоже получается вкусно и красиво дальше снова помидоры и вот так вот до конца спросите сколько помидоров и огурцов сколько влезет в банку столько и надо вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Стараемся заканчивать баночку луком, чтобы кипяток они взяли на себя. Вот так вот. И так заполняем все остальные банки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я обычно сначала сою немножко растворяю в небольшом количестве воды. Приблизительно у меня здесь, если не хватит, долью туда баночку. Где-то 600 миллилитров воды, а банки вот эти вот полтора литровые. На полтора литровые банки у меня уходит полтора ложки соли. И столько же сахара. То есть на литровую банку у нас идет одна столовая ложка. Дальше я перемешиваю. Мне главное соль и сахар растворить. Я обычно всегда так делаю в любых маринадах. Просто если соль сыпать поверх банки, потом заливать водой, все равно такое ощущение, как будто неравномерно распределяется соль. Где-то помидоры, допустим, соленые, где-то недосоленные. А так они равномерно засолятся. Так, дальше заливаем все сюда. Вот, прям точно я угадала, 600. Так заливаем все остальные. Можно в маленьком стакане воды горячей растворить соль. Не обязательно измерять, сколько уходит воды. Вот, ну льем, например, пол-литра. А дальше можно залить водой, если что. Соль. Полторы ложки. Продолжение следует... Дальше кладем стилизоваться. Кладем в горячую воду, стелим полотенцем дно. И потихоньку кладем, потому что банку я не стилизовала. Все здесь простилизуется, нет смысла. Воды налила я до плечиков. Дальше просто прикрываем. Все, ставим стилизоваться. С момента, как закипит, 15 минут. Потому что полтора литровая банка. Если литровая, значит 10 минут. Закипела вода в кастрюле. Теперь начинаем отсчет 15 минут. Так, достаем быстренько. Наливаем подсолнечное масло. У меня полтора литровая банка, поэтому наливаю полторы столовые ложки. Полторы столовые ложки уксуса. И быстренько закрываем крышку. Продолжение следует... посмотрите как она опустилась видите сколько места освободилось поэтому надо впритык заполнять итак вот что у нас получилось хочу повторить рецепт и так нарезаем лучше кругляшками потому что так удобнее больше влезает это при том что я еще кругляшками нарезала видите как освобождается все равно место вот поэтому так больше влезает лук полукольцами не тонко нарезаем где-то вот сантиметр все вот сантиметр-полтора лучше вот так вот самый идеальный размер внизу кладем зелень корень сельдерея веточка сельдерея чеснок 1 острый стручковый перец маленький кусочек чисто так совсем чуть-чуть чтобы было остренько дальше что мне там лавровый лист один паночку несколько горошин черного перца дальше у меня идет слоями лук зелень зелень у меня кинза петрушка укроп можно без кинзы на но здесь она не всегда бывает вот кто ее не любит может не добавлять но петрушка вот лучше петрушку укроп обязательно дальше все раскладываем слоями поочередно лук значит и огурцы и помидоры зелень и так вот доверху лучше закрывать вверх луком потому что мы заливаем потом кипятком чтобы лук первый удар взял как бы на себя вот дальше значит кипяток я изначально как бы соль растворяя и вы можете сразу баночку добавлять но по мне так она и не всегда равномерно распределяется соль поэтому я всегда стараюсь отдельно хоть и маленьком стакане лучше потом долить воды но растворить отдельно значит на литр на литровую банку идет одна столовая ложка соли 1 столовая ложка сахара дальше ставим стерилизоваться в кастрюлю с момента как закипит 15 минут стерилизуем дальше достаем быстренько все открываем крышку наливаем на литровую банку одну столовую ложку подсолнечного масла плюс одна столовая ложка уксуса девяти процентного дальше все быстро закрываем и переворачиваем все получается зимой очень вкусный ароматный салат болгарский перец я сюда не добавляю потому что но он напоминает немножко вкус на галечу я вот чисто вот хотела сохранить именно салат вкус салата такого летнего поэтому я его не давай не добавила но если хотите вы можете добавить можете допустим одну банку сделать такую другую такую если вы первый раз делаете и просто зимой будет понятно какой вам больше нравится все надеюсь понятно объяснила надеюсь вам все понравилось извините если что не так вот так что пока пока